Девушки отдыхают 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 Нас ждет четвертое уникальное мероприятие Это медийная карповая лига Которая пройдет в Краснодаре В Краснодарском крае На водоеме Золотой берег Ребята из Carp Today Придумали уникальный формат Со сложной системой зачета И я думаю, что это будет Очень интересно Поэтому едем на юг в предвкушении чего-то особенного Объяснил реально четырех человеком Но нужно понимать, что конкурный компетенция у этих четырех человек другой Поэтому я объяснял тонко Да, я понимаю Я могу повторить, люди поймут или нет? Но было бы понятнее Давай я повторю Нет, смотри, вот было бы понятнее, если бы ты сказал фразу Что? На производстве лежит нормальная резина Надо с машины снять заднюю резину и выкинуть Резину с передка поставить назад А резину с производства поставить на передок Вот, ну я так бы понял бы быстрее Так, тоже логично У меня была сущность какая Человек, который на шиномонтажке находит завон Никопитет Поэтому говорю, передай человеку на шиномонтажку Что? Заднюю резину мы выкидываем Человек на шиномонтажке от нас, который? Нет, который работает Нет, который работает Заднюю резину мы выкидываем На нее ставим резину с производства новая Потом эти колеса ставим на передок, а передние кидаем назад Вопрос, понятно это или нет? Ну, та версия, которую я предложил, она была бы понятнее на людей с тесным уровнем компетенции Потому что ты отдельно колеса и отдельно резину рассматриваешь Конечно, резину выкинули, на это место поставили новую Потом эти колеса поставили на передок, а передок кинули назад Потому что там резина еще более-менее походит А я выяснил, исходя из того, что здесь вообще слово колеса не должно фигурировать Потому что о них не идет речь, они одинаковые все четыре Нет, прохляяем, потому что передние у нас на другой резине, их нужно поставить назад Поэтому это было важно А я бы не рассматривал колесо в сборе, я бы рассматривал только резину Просто гораздо проще было бы ограничиться разговором о резине И скажу просто, что эту выкидываем, эту на передок, эту на задок Все, ну что там колеса переставлять нужно, ну там, я думаю, люди догадают Ну, можно человек поставить два колеса, старую переднюю на передок И ему же нужно объяснить, что это надо поставить на задок Что к резину нужно поменять колеса местами, передний, задний А вы как меняете? Что было раньше, колесо или резина? А что, еще тысячу километров ехать, надо же о чем-то спорить Практически Просто капец Прикольно, видишь, пошли, вот дорога, пошла М4, а мы просто едем прям по озеру Ну, мы немножечко срезаем Ну, мы немножечко срезаем Ну, они там русло, я знаю точно, лотцу этой фигни, короче Сейчас поехал отручат, ключи и холодцы Сейчас поехал отручат, смотрите, тут 110 ограничения Быстро не гони, перейти коряжник Почти как напали Да, офигеть, конечно, здесь воды Пацаны, скорптекла прислали мне этот моторочный материал, прикольный материал Пипишка, вообще классная, кондора Типа, крючки классные Вот, и вот бит в городе от 45 ЛВ Цвет красивый, гладенький, такой достаточно не шершавый Но Хотя я бы, если честно, если бы он был 60, наверное, был получше, пусть будет еще дольше Такой тонковатый под флет, типа под дальничок, может быть и нормально будет Ну, мне кажется, все-таки под рыбу Более толстый, чтобы наверняка не смевал и чешую Сейчас посмотрим по карте Да, 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 вот он, вот, вот этот Газпром, вот как раз излучина поворачивая Тут мыс, короче, его с Газпром на не стоит И сейчас нужно искать белый катер, короче, с номерами С номерами 197, по-моему, белый катер А вот, 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 вот Вот, смесь Меркурий 150 сильным он стоит Вот за ним идем Сейчас у нас на яму поставит на нормальную Хе-хе-хе-хе Цудакать, ма А ты веришь, что мы своим прицепом тут пролезем На нашем пьем-бы Так так одетом открывается макси это не может открыть дверь макси это все в плен да в заложниках привет макс ночево как пошел из человека в шортах давно не видели сами оделись тепло как они знака все в черном приедешь в черное солнце светит черное солнце вешать черное солнце ничего си купить и серый белый пакет вот так вот руки прорежь и горло с магнита до сушеного конец мы увидимся просто но уже с тобой видим стоп на трассе ты наверное единственный скорпятников который меня хочет в этой волшебной стране и рад увидеть короче где-то всегда потому что вы мои друзья может так довольно долго лет знакомы все это я всегда вас рад с высокополе я всегда короче бросают все макс вырежу из кадра там квартиру заливает я всем говорю что я занят короче и скоро буду а там стоят а держат разлая дозеками да но я встречаюсь с друзьями первую очередь короче набрал тебе грузов сирю давай ночи знаю короче у меня все мои груза бурончик а как прицеп за грузинь и так его короче и груза бурончик а сейчас чуть-чуть я хочу туда бы положить не на полу и продавая вот здесь серый наш закроешь нас или макс просто я не знаю с какими руками то там же на фоксовскую эту штуку налазит маленький вот этот в любом сурза но короче вот сервис запроса слушай но я на обратном пути тебе все что останется завезу этого дела через портова как нет там и то же чемпионат с них надо у меня мои груза это вот то что у меня знаешь такое движение переклад куда длины прикольно не очень классно далеко летят это наш воронежский ребят красавчики слышишь но вот я не знаю там на фокусской этой клипсе дурацкой там короче входит в пластиковая фигня вертлюх и вот там по моему паду такой подменим под миленького головочные мелкая войдет на каждой а мне кажется это эту фигню можно просто так повесить на нормально арену рука тоже как низ колесики они парятся ну добро чё все серы не все равно будет будет повод встретиться все равно я тебя на обратном пути завезу остался слушай я хотел встретить то высокополе хочется сезон да конец начало ноября хотели китрик хочу FX3 а Серега бабки жмет и коптер хочу от коптера сейчас нельзя нас могут неправильно понять в связи с этой историей будешь коптер давай на фронт есть места, где коптером можно пользоваться друзья, давайте всем легкой дороги ни хвоста, ни чешуи как Фрэнку Ворвику как у меня старый ко мне на работу приходит старый спиннингист он облавливает всех, у него нет ни холота ничего, у него вот такая тетрадка за 15 лет на водохранилище у нас я вот когда уезжаю, он прям всегда понял? я говорю, понял все, друзья пока, пока, давай пока, пока пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро! С дорожки поспать На открытом воздухе, так, возле перецепчика Выглядит, конечно, бомжевато Но очень эффективный отдых, как говорится Лучше так, чем на сидении Крючком И не страшно, что нет палатки Природа И так прекрасно Правда, Сергей? Выспался идеально, спал мало На свежем воздухе просто супер По мне ползали мыши, скалопендры Приходил шакал, лизал мою руку Вот А теперь я хочу показать тачку совмещение DimaTorzok Просто Пушка-ракета 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 Отделка салона Она уже сразу с бойлами Сразу с оснастками Лежат Рабочие оснастки на торпеде Бойл, на которой мы будем ловить Вот он Вообще Вот прям Тема Рабочка Видишь, красная руля Большая бананная отделка Можно было Возить друзей Уставших Вещь Тачка-пушка-ракета Ну поэтому и такой А так я вообще Ну так на щахтах Здорово Так, хорошо Да неплохо, да, мы смотрим Да нормально Загорелый такой Ты как Это с одесских лиманов Не-не, с бакши Ну всем говорю, что на одесских лиманов На ней с керсонской Да-да-да Ну всем говорю, что Как тебе мой студебекер? Слушай, какой? Ее Ну красненького взяли Это все Максу подарили Максу оператору подарили Нет, что там серьезно так говорили? Я же тебе верю, как себе Вы вам нет Иваныч, запомни Пока дядя Моисей живой Да-да-да Мы будем сидеть не только на Петербеякерах Да-да-да Хорошо, как здесь дышится А я сначала Ну Подзапил Не тот разлив Два дня раньше приехал Ну нормально Разлив попробовал Я тебе говорю Единственное, что меня отмакивали На вот этих пятигорских Этих самых Мы заскочили Грязевые Вот эти сероводородные Все Какой кайф А так-то еще три дня Эту чачу И главное Жоги Вот чтобы Возьми меня с собой Он давит прям Знаешь, как Попали Слушай, мы Жога от всего Здравствуйте 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 Сергей Очень приятно Сергей 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 Ну вот И В общем Я не стал Из-за большое имя Потому что он Потерял Я говорю Сергей Ну да Так что Отлично Хорошо То есть ты отдохнувший Щетки Красавчик Всегда Четыре спомба Четыре палки Ночь-то тебе Всегда А запасные есть? Рагулины Или как они там называются Титана Нашим должны быть Я взял три Три Но маловато Пока поломаешь два Может пройдет день Потом я с вами Если что подвезут Если что подвезут Если что материал есть Сколотим новый Игра не началась А призы Уже Разданы Не зря приехали Пацаны Давайте подходим Подходим Я буду Я буду На разливочной стоять Давайте выпьем за то чтобы Я уверен что у всех история первой рыбалки Когда застегнула Когда уколола Ну связана Ну она такая классная Давайте за то чтобы у наших деток были такие же истории И чтобы им хватило рыбы на этой планете Чтобы хорошенько и классно рыбачить Вы знаете время только пол Полвенадцать А я уже погнал Это уже достойно Уже все Достойно Сегодня мы с тобой достойно Знаешь чем прелесть вообще коммерческих турниров Это не турнир по разбиранию в палатке Это не официалка И надо за полтора часа ничего делать Ну все завтра Необязательно даже в маркерерису Ну а что Всем в корзону Девять старт успеть замаркерить Вот правил Маркерение с утра с 7 до 9 просто А то что завтра ты не будешь маркериться Да зачем Вообще все кайф Это будет делать Да кто хочет Шел мимо человек Ты свободен полчаса Да Брат Маркерист Посмотри Сколько На простянке должны быть прайсы Сколько лучей Местного вызвать Маркерение 100 рублей Вываживание там А местный приедет Такую карту тебе сразу Маркерение Сколько даешь 500 на Один луч Два луча Три луча Ты настолько хороший Со штуром Три луча с леской Свет поплавка выбирай Отдавал поплавок считал Скоро так и будет Да 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 Все же по разному Скоро так и будет По бананам По метрам А карта Черно-белая по финалу Цветная С рельефом Какой сектор Так сектор 15 Так Красава Вот работали Вот десятки Петь А гитарку брали Петь Позвони своему напарнику Пусть возьмет Я читал описание К этому красному фургону Там в комплекте идет усилитель Примочки Дистош Египтон Бэфбол Ну давай всех Всех звать А кого Ну кто Как бы Сможет Ценить Кто вообще В этой теме Кого там Мы знаем Кого Кто там Даже случайные люди Это Новые друзья Старые друзья Старые бывшие Новые друзья Пацаны Видите прикол Тихо подошел На ушко Ноги спич Куда балонтируемся Мы голосуем за тебя Спасибо Голосуйте за меня Уходим А за что А вот это Петр Васильевич Подождите Тяжелая артиллерия А то был секрет Сергей подошел Говорит Я сейчас хожу На ушко Скажите пожалуйста 1977 год 80 А 77 Там был кубок Такой типа Какого стеклянного вида На нем была надпись 1977 Я в этот год родился Что тогда вы выбрали Это был Росоход 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 77 Росоход Да Петр Васильевич Да А ты какого года 78 Ладно Малого не спрашиваем Ребят Просто вы должны понимать 1977 год Я только родился Петрович через год То есть Все существующие А через 10 лет Лекопедское соревнование И лечку И камеру И лекопедское На данный момент Вот здесь можно Прикоснуться К фундаменту Рыболовного спорта Просто Российская Федерация Это у нас репетиция Когда будет вечером А там еще То же самое Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо Спасибо Спасибо. А Петру Васильевичу будем где-то? Петру Васильевичу тоже. А у Петра Васильевича голова-то подходящая. Там, кстати, есть режим для роста волос, если вдруг. Да ладно. Серьезно? Да. А мне тоже уже надо. Так что ты почаще будешь. Спасибо, да. Может, у тебя волосы. Спасибо. Спасибо, друзья. Это наши друзья. Ставьте, здрасте. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Браво! Серега! Да, что ты? Нет. Другой. Агрессивный который. Агрессивный ты, да не? У нас двое. Один злой, другой агрессивный. Да ладно. Ну, а я обо. Ха-ха-ха-ха. Просто спать не скажу? Скажи. Ш아-ха-ха. ПFilix Ша-ха. Spider легенда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok 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 Субтитры создал DimaTorzok 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 ДимаTorzok DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 И команда, которая сдаст три рыбы весом за 20 килограмм, может претендовать на призы. Поэтому ловить мы будем на крупные насадки, две двадцатки, большие очень бойлы. Вот, я их положил в банки наши из-под пылика, лишь только потому, чтобы продиповать как следует ликвидами, чтобы они пропитывались, хорошо напитывались. Это насадочные бойлы. Прикормочные бойлы у нас из пакет. Пусть мы в наших ликвидиках, в АШНВ-шках, будем еще дополнительно додиповывать. А также они залиты этими же ликвидами, ну различными комбинациями. Какая комбинация больше понравится рыбам, это уже покажет практика. Сейчас буду висать поводки на флюрокарбоне, вот, и пытаться раскладывать в водоем. Еще раз говорю, ставка наша не на молотилово по общему весу, а на шлюкционно крупную рыбу. Сделали мы три пятна. Одна кормовая точка в районе 60 метров, другая кормовая точка в районе 90 метров. И дальняя с небольшим легким допормом, это 135 метров. Вот у нас три дистанции. Ближнячок мы особо не кроем, потому что туда иногда просто просыпаются бойлы во время кормления с помбом. Ветер сильный, платье помбик открывается. Поэтому, как бы, на дистанцию 30, сам по себе там 30, 35, 40, там просыпается какое-то количество фракции. Ну, как говорится, для того, чтобы закрывать ближний ход. Возможно, мы там будем ловить, я не знаю, посмотрим. Ну, а пока кормимся, дали стартовый закорм, такой, ну, как бы, аккуратный, более-менее точный, насколько позволяет губатый. И ждем до поклевки. Я думаю, что, если ничего не клюнет, то часа через три, возможно, мы добавим по три с помбика бойлов щедро сдобренных. Вот этим ликвидом, аминосигналом, мощным таким пищевым. Другой кормовой фракции у нас нету. Мы кормим чистым бойлом, это, я говорю, а в долгую, просто половинками залитыми аминоликвидами. Все, никаких зерновых, никаких орехов, никаких там других фракций. Наша задача вставить рыбу чисто в бойл. Нам нужно немного поклевок, но наверняка. То есть нам нужны те самые лаки-панчи, те самые рыбы, которые, о которых все мечтают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А сейчас я не понял, возможно это была поклевка, просто не застег. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не восстановится, это крайний обход, опытные люди говорят, не восстанавливается Оплотно паяться, нормально проживает Так что, не пользусь ничего А гузара, кстати, шикарная Хорошая песня, но мне больше всего нравится, что Ленка и Вечно поют Жалко, уехала в свою Америку и так и пропала Так, как она это паёт Самая важная песня Гузара, что такое? Ага, ты понимаешь, Агузара вам девять на двенадцать С этой парочкой кровати Вот это классная песня, очень хорошо Вот это очень А, так Ленка ее поют А на коровке заказывают сейчас Агузара вообще? Что? А на коровке Агузару заказывают? У Ленка поют, а вот эту песню, она подстает все на коровке Раз вспомни Ленина Викторовна Господа, а давайте засуженный Ну, главное, чтоб сужены ряжеными не были Ну да, а я что, с тостом влез в кадр? Ну если что, вырежете, конечно Кого? Гузарова, да кто что вырежет? Меня вырежете, Гузарова ставите Слушай, вот этот, конечно, нет ничего хуже, чем на волосе Корпаккорда Супер Нейчерал Самый беспонтовый, конченый материал Насколько он хорош на флоксиллере, и насколько он плох, потому что распушивается эта дурацкая петелька И потом туда вообще попасть невозможно Она цепляется за стопорок, и это вообще превращается в кошмар какой-то Что-то дернуло меня, чтобы повязать Супер Нейчерал Короче Опа Ну ведь красиво же, здорово Снизу пылик, сверху ананасик Все Включи КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Имеют свойство раскуривать трубку мира У нас эта трубка мира выглядит так Поршень судьбы По одному поршню мы должны как бы В данный момент Поршень судьбы Я хочу передать нашему товарищу Славного Донецка Республика ДНР, не ваша, поршень судьбы достаётся тебе, закури им, Абдулла поджигай, поршень, всё, побратались, давай дальше пачку, каждый по одному, здесь неудобно, каждый по одному, здесь неудобно, каждый по одному, Фу, какой ты не команда, давай режь, статист, режь, я хочу понять одно, зачем мы, производители, стараемся катать крупные бойлы, катать их всё равно, потом все деклассируют и режут просто на куски, я думаю, как это логика, знаешь, вот, как я не знаю, А ты же знаешь, как на производстве, я очень сильно, когда наношусь, и очень сильно ругаю сотрудников, которые катают кривые бойлы, мы перебираем, мы находим этих детствиц, которые катают эти круглые бойлы идеально, чтобы потом они крутые брать и резать Просто не крупный бойлы, когда залазят в коршенцу, вы понимаете? Ну-ля, коршенка What's this, да? Когда не будем катать 4-тирки! Как ты думаешь, будем катать 4-тирки мне, товaryn на огонь LEGAD. С орarel четвер. Тут одно слово лишнее или катать, или четырки. Или лишнее 15-тирки. Не нез은idima, Кубобойлы, поешь, есть Кубобойлы? А это Мокухи Чубак делал. По вас остался. Если мы сейчас скажем, что можно делать бойлы из этого самка, а уже как эта компания какой-то бейтс, это что-то просто. А мне говорят... Давай эту тайну, короче. Мне пацаны говорят такие, ну короче, там на просянке, блядь, два дни бойлы. И вот пара по этому. И вот только она не проехала в вашем сфере. Чего-то не проехала. Знаешь, мне говорят просто, я приезжаю, Клюёт. Только уехал, перестаёт. Ветер не проехал. Я думаю ветер. Пацаны, короче, будем покупать и съем. Если знаете, что мы приезжаем на рыбалку, то берите смело, в этот день клеваем. А если нас нету... Нет, не берите, не берите. Покупайте бойцы. Бойцы. Любой бой бойцы. Бой бойцы, да. Там щек. Даже... Ну и конечно же, поршницы. Закрыли камер. Закрыли камер. Закрыли камер. Закрыли камер. Закрыли камер. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Мы что-то время на камеру. Столка суеты! Да? Да? А, тоже классно? Да. Ну а как то? Хочешь купаться, да? Хочешь купаться? Та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И зрители тоже были. Та-та-ра-та-та-та. А представь, с ним вы не отрекли. Ну, не так. Скифка, брат. Ты будешь смотреть на видео. Спасибо, отремонтировали. Ты меня предупреждал, что может сломаться. Я уже рыба. Спасибо, братан, спасибо. А ну, всё. Иваныч, вообще, Иваныч. А это, возможно, ваша ведерко с шампанским. А, это то сам. Возможно. Ну, это не точно. Ну, это не точно. Самосанка же нужна. Надо же завесить, да? Если честно, я думаю, по пологлаза замылился по большой рыбе. Конечно. Поэтому мы сейчас это увезем назад. Я думаю, не верю назад. Давайте рыбу! Сейчас, 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 подождите, ребят. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Мешок нужен, да? Какой мешок? Ну, паузу. Паузу. У нас, что за мной? У нас стойка. У нас нормальная стойка. У нас саларовская стойка. У нас хорошая стойка. У нас хорошая стойка. У нас саларовская стойка. У нас всё на одной. Всё одинаково. У нас всё чётко. Судья не подкупные. Но карта привязана к телефону. У тебя там точно не микрофоны это не пишется. Итак, смотрите. Если у вас за двадцатка, если у вас за двадцатка, ведерко с шампанским. Ваша. И карп 50. У девяносто пятой пробы. Золотой. Полегче. Так что, мы ждём вашу за двадцатку. Если не будет за двадцатки, это мы уйдём с собой. Позор вам. Если не будет за двадцатки, мы изымаем на своё, ну смотри, любую бутылку водки в вашей палатке. Пыхни. Ну, нашу. Так что, мы ждём за двадцатку. Ведёрочком шампанского. Не взбалтывай. Не взбалтывай. Не взбалтывай. А вдруг достанется? Не надо. А вдруг здесь зачёт? Например, Михаил Иванович, он поймал пятнадцать килограмм и сказал, пусть этот тусик его так раз и даже взвешивать не стал. Мы такая же. Пятнадцать килограмм. Отпустил. Воздущий пятнадцать килограмм. Нет. Воздущий пятнадцать килограмм. Пятнадцать килограмм. А вот, допустим, барракудов, они, конечно, всюду взвешивают. Казей. 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 Даже уклейку взвешивают. Женя, главное, чтобы не ели. За это я очень тщательно слышу. Казей. Дельгий. 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 Сочи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Молодцы Очень крутая рыба Ну, что? 2 за двадцатьки Еще 18 ведерок с шампанским Ждет своих претендентов на 여기 феерию Так что, а вы смотрите на Луну, смотрите, какая Луна, это Сергей Поплов, с шампанским, Луна. Чуть-чуть душится, ну, не гулящая такая немного, да, в дно весом. А так, как бы, ну. Нет, ну, у меня вообще красиво, у Сережева башня, Луна, Луна, а, у тебя тоже кинотеатр? Мне нравится, да, ну, что-то... Теперь Поплов смотрит кинотеатр, Луна, сними оттуда, как красиво, не всегда в кинотеатре. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас у нас вечер первого дня Субтитры сделал DimaTorzok 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 И потом Буквально через пару часов Еще крыло тоже с дистанцией 90 Но такая рыбка может быть 3 с плюсом После очередного до корма А кстати, ближняк Ради 60 молчал весь день И молчал дольняк 135 Значит После до корма Вечернего Пятичасового У нас кормление в 5 вечера заканчивается. Буквально минуточек через 40 уверенно уехала палка с 90. И мы добыли прекрасную рыбу, чешуйку, такую козырную, за 20 взвесили. Она вышла по итогу 28 с чем-то. Конечно же, с непривычки в прибойной волне пришлось нелепо повозиться. Естественно, в итоге все прошло хорошо. Но, как бы, несколько нелепо покувыркались, попытались ее засунуть в плавающий мешок до взвешивания. Сломали подсаг. Я не виноват. Ну, по классике. Нас обычно Иваныч ломает подсаги. Вот, силушка богатырская. А тут Иваныч, возьми и да скажи, Сережа. Сережа, да прямый ты, прям как почувствовал, тебя как почувствовал. Вот, а у нас же тренд, что типа Иваныч, не бери подсаг в руки. Иваныч, вот уже все, он уже понимает, когда можно брать подсаг с руки, когда нельзя. Вот. И, в общем-то, он, его миновала участь прославиться в очередной раз. Поэтому прославился Сережа. Завтра будем доставать этот подсаг. Он под берегом где-то валяется. Отломился он. Ну, ничего, рыбку приняли за двадцаточка. Это та рыба, которая, я думаю, с нами в зачете до конца турнира пробудет. И одной из крупных трех будет. И хорошо бы еще поймать, мы ждем. После нее, буквально через 20 минут, с этой же дистанции, уехала рыбка поменьше. Ну, сколько в ней было? Чем надо сейчас? Ой, ну, чё, печальник. Пятерыш там такой. Но мы пятерышей даже не завешивали. Ну, типа, и в мешок не клали, потому что смысла нету их даже для зачета оставлять. И закрываться ими, потому что рыбы, с которыми здесь нужно заходить в призы, ну, это 15 минимум. А так-то, я вообще думаю, что за двадцатки нужны. Поэтому мы просто всю эту рыбу выпускаем сразу. Даже не зовем судей. Возвращаем родную стихию. В ночь покормились. Отказались от дистанции 135. Остались на 60 и 90. Кинули по 15-20 спомбов в каждую точечку. Чистые варенки. Половинки продипованные в ликвидах, в ашнвэшках. Вот. И установили палки на данный момент клином. Нам кажется, что в вечер рыба ползет справа налево, в сторону дамбы. И ночью, к утру, поползет наоборот, уже на мелкую воду. Ну, у нее такой маршрут. Поэтому мы под этот маршрут сейчас пока расставились клином. То есть, вправо-лево у нас ближняки. Центр 90. Вправо-лево 60. Центр 90. Работаем так. Вот. А там уже будем смотреть. Сейчас клюнуло лево 90. Буквально вот минут 20 назад мы достали рыбку. Тоже небольшую. Там килограмма в ней 2 было от силы. По информации, которая есть, вроде как сектор не ночной, сектор проходной. И, скорее всего, здесь была рыбалка такая, как на нее больше всего на свете нравится. Когда я ночью сплю. Поэтому будем, как говорится, посмотреть, что с этим произойдет. Но если так, то тогда мы сейчас, вот я дождусь пока губатый перестанет. Сейчас полдесятого. А все равно ветер приличный. Он как бы хорошо так задувает. Вот. Я подожду какое-то время, чтобы перезаброситься в ночь уже в идеалочку. Мы с ребятами перезабросимся. И уже просто ляжем спать до поклевки. Ничего не будем, не выматывать. Потому что был большой, двадцатка, продипованная. Он может лежать и сутки. Вот. То есть будем ожидать поклевок уже. Надеюсь, конечно, что на ночь кто-то разбудит. Но не факт. Вот такая тактика. По водоему ребята есть команды, которых есть 2 крупных рыбы на вечер. 18 и 20 тоже с плюсом. Есть еще ребят, у которых есть тоже там 16 или 18. Ну, то есть нормальные рыбки. Но нельзя сказать, что кто-то сейчас там на данный момент, по нашей информации, закрыл протокол тремя тяжелыми рыбами, которые нужны. По камесь все там стараются, трудятся, работают. Тут для просянки это нормально, когда первый день с порога они заряжаются. Там сразу раз и все начали бомбить. Я думаю, все самое интересное нас ожидает с рассветом, когда рыбка уже устаканится, начнет двигаться по маршрутам, привыкать к прикормке, выбирать бойлы, которые вкуснее. Поживем и видим. За 7 в ночь уходим. Сейчас чайку попьем, не чайку попьем. Ну, посмотрим, как время провести. Как бы нам скучно никогда в жизни не бывает. Ну и будем ждать утро. Я надеюсь, что тактика, которую мы выбрали верна. Я надеюсь, что завтрашний день нам подарит какой-нибудь еще приятный сюрприз. Потому что чешуйка сегодня была великолепна. Только вот проговорили вечернюю сводочку. Я описал, что у нас тут происходило. Вот только закончили. Только Макс выключил камеру. И Сергей Иванович решил таки наконец-то заварить себе ароматного чая. Как вдруг оранжевая, которая буквально до этого, до начитки, отработала по некрупной рыбе после перезаброса. Все работаем. Все подсвечиваем. Даже контролючок. А, а даже меня высвечиваешь ты? Кого? Ты говоришь, я тебя и высвечиваю. Вот. И, короче говоря, эта же палка опять поехала сразу после перезаброса. Но в чем интересность истории? Здесь стоит бойл, который... Ну, а я поставил немножко другой бойл. У нас в прикормочной программе два бойла. Один салман, другой сквит. И мы сегодня весь день простояли на сквиде. То есть кормили и теми, и теми 50 на 50. Но основная насадка была сквид. И все поклевки на сквид. Вот. А сейчас вот на салман. Вот такую, вот такую, да, блядь. Вот. И вот она поехала. Я думаю, как, блядь, загиб по-натолюбе, блядь. Там близняки в прошлом, я не знаю, как, блядь, что-то такой бойл. Сергей Иванович. Вот так вот, я все сделаю. И вы можете прокомментировать. Так, а ну-ка, я тут... Так, Сергей Иванович, посмотри, 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 да. Да, да, да. Так. Под этой. Чуть-чуть меньше. Под этой проводишь. Давай. Пожди, пожди. Нет, нет, нет. Вот так. Не, не. Да, да, да. Вот. Рыба у тебя там висит? Да. Давай. Принимаю. Давай. Погодите, погодите. С этой стороны. А, ты уже шук-лидер. А я тут ходу. Красный, ты, 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 ты. Так. Прибежный караси. Да. Ну, тут сразу мы понимаем. Сегодня это уже какой? Четвертый, да? Да, да. Четвертая рыба. Четвертая рыбка. Четвертая рыба. Засечка, кстати, подбагрилась рыбка. Ага. Видишь? Ну, да. В это время суток не очень приятно купаться в ванной. Так. Так. Сережа, давайте. Давай, я его сейчас отпущу. Отпущу его назад. Ну, а что, а что прокомментировать? Хорошие, маленькие рыбы, которые в дальнейшем будут радовать. Но это четвертый на сегодня у нас. Который точно так же уйдет в свои стихи родную. Родные ты надо. Родные. Зови бабу. Давай, давай. Хочет. Все, ждем зачетную рыбку. Иваныч, четкая работа. Я сейчас щелкну. Спомбик. Да, будет беден. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Утро второго дня. Ночь у нас прошла без шансов на отдых. Это дневной сектор, говорили они. Ночью можете спать, говорили они. Ваша рыба пойдет с утра с девяти, говорили они. Десятый час. Наша рыба с утра не пошла. Ночью мы получили один из поклевок. Все рыбы были, я не знаю откуда эти рыбы на простянки взялись. Вот такого размера клопики, до трех, до четырех килограмм максимум. Клевали с отвратительным интервалом. Ты перезабрасываешься, только начинаешь в сон проваливаться. И вот только-только ты поплыл, уезжает палка. Мы тут с Иванычем скакали, как юные сайгаки по байракам. Благо хотя бы штиль было, было комфортно перезабрасываться. Но, тем не менее, не замкнули глаз. Проскакали всю ночь. Наловили 11 штук непонятных рыбок. Естественно, ни одну из них мы к зачету не предъявляли. То есть даже смысла нету, потому что это рыбы, которой по любому протоколе не будет. Тяжелых поклевок не было. И мы сейчас думаем, гадаем, что делать. Сейчас мы ловим на одиночную двадцатку. Вот такого плана, да. Но мне что-то кажется, что нужно комбинировать... Сейчас буду вязать поводочки. Все в пылище, естественно. И буду комбинировать в подрезке два бойла. То есть не таким снеговиком, а с площадочкой. То есть площадку здесь, площадочку здесь. И на совмещение. То есть вот такая насадка. Я не уверен, что эти микрокарпы, ну каким-то образом, ну прям это сильно повлияет на такое укропнение. Но, кто знает, может быть, хоть как-то получится селекционировать. Потому что количество мелкой рыбы, которая приползла к нам на точку, ну попросту не дает нам покоя. Вот. Это из основных новостей. Значит, мы по-прежнему в зачете сидим с одной рыбой. Она хорошая. Это за двадцатка. Мы за эту за двадцатку от организаторов турнира получили золотого карба. Из пробы 3828 этого самого качества. Тут у него вот ближе к канальному плавнику. Вон цифры есть. Не знаю, камера покажет, не покажет. Ну вот там типа, а вот да, проба 1980-я. И циферка 0 как раз вот попадает, ну туда, короче, окантовывает сфинктер карпа. Так вот, у нас есть такой значок. Нам он нравится. Но у нас в команде трое. Три Сереги. Я, Сергей Иванович Климентьев, Сергей Иванович Калтычкин. И, как вы понимаете, наша задача добыть еще таких двух карпов. Чтобы у каждого из мальчишек была своя собственная рыбка. Чтобы никому не было обидно. В противном случае, нашу команду ждет неминуемая драка в конце турнира. Потому что кто-то должен победить. Вот. Скорее всего, Сергей Иванович. Он покрупнее. Вот. Да. Он из нас самый агрессивный. Есть Сергей Иванович Калтычкин. Он из нас самый, какой он, злой. Злой. А я самый опытный. Поэтому я могу лишь только перехитрить. Ну ладно. Ситуация какая. Мы сейчас с утра отказались полностью от 135-х точек. Ветер раздувается. Вообще дальняк оставляем в покое. Остаемся на 90-е, на 60-е. Прокормились по 20 спомбов чистой варенки. Разложили палки сейчас в направлении дамбы. Мы сейчас будем ждать рыбу, которая с дамбы поползет на миляк. На утрен. Ну, на день. То есть у нас сейчас 2 левых это 60, 2 правых это 90. Ну, с небольшими интервалами, плюс-минус 5 метров мы катаемся по этим дистанциям. Кормим в середину свима и ждем этого момента. Часиков после 4-х поменяем палки местами и будем ждать рыбу, которая с дневного откисания поползет назад в ночь на глубоководную часть дамбы. Ну, так мы видим концепцию движения этого водоема. Значит, основной бойл, который у нас сейчас работает, это в корме это сквит аджика и салмон аджика. Заливаем ликвидами, ашинвэшками, всевозможными. Честно говоря, льем в перемешку. Вот, и тайсон льем, и свитский льем, и что там еще у нас, hot spice льем. Вот, то есть специи, рыбное такое все, амино такое питательное даем. Правильно, неправильно? Не знаю. Посмотрим, посмотрим. Если, как бы, мелкая рыба продолжит донимать, возможно, мы отойдем от тактики заливания ликвидами сильными, и наоборот, поставим бойлы на вымачивание, чтобы давать минимальный интенсивный сигнал, чтобы вот эту колобродящую по свиму мелочевку просто не загонять себе в сектор. Скажем так, ну такое, типа, на удачу ход, на лаки панч, то есть, когда твой стол не привлекает рыбу, но если рыба проплывает, а ты стоишь на тропе, она там какое-то время задержится. Поэтому, возможно, на вымоченные бойлы, без лишней ароматики, и, ну, такие более, скажем так, полежавшие, отдавшие всю интенсивную вот эту, свою аттрактивность в другую среду, может быть, было бы интереснее. Но это посмотрим, как будет, пойдет дело. А, возможно, просто тяжелые рыбки начнут приплывать, и точка начнет разгоняться. Пока не знаю, но, если что, вот такой вариант отскока у нас на сегодняшний день имеется. Ветер дует сильный, погрешность будет сильная днем, то есть, если, предположим, сейчас у меня макля стоит на, там, 92 метрах, и клипса стоит, и макля на конце удилища, то днем у меня будет макля стоять на 15 метрах от хлыста. То есть, как бы, погрешность 15 метров. Ну, там еще специфика своя, бывает, да и больше ставлю, чтобы ударить в клипс, и пока тонет, очень быстро выбирает леску, чтобы максимально выбирать дугу, потому что дуги просто чудовищные получаются. Дуги такие почти под 90 градусов, бывает, выносят, несмотря на хороший удар в клипсу, поэтому бороться с дугой надо. А так как у нас сектор прямой, тактика ловли очень такая, мы кормим середину сектора, у нас нету, там, лево-ближняя, там, левее-правее, там, дальняя, такой схемы нету. То есть, у нас четко середина сектора прокармится, и мы пляшем вокруг середины, разворачивая палки на подход рыбы, то в эту сторону, то в эту сторону. Так что история такая. Сейчас пьем кофе. Вчера, кстати, нам, братушечки из 10-го сектора, вот, а на банкете узналось, что еще один из команд, из волшебной команды человек, Александр, еще и луганчанин, вот, так внезапно. То есть, ребятушки угостили всех пацанов с водоема просто волшебным шашлыком, который Женя, хозяин водоема, пожарил традиционно. А нам его шашлык запомнился еще года, наверное, с 2017-го, или когда мы тут на просянке были. Потрясающий вкуснотый шашлык, сочный, идеальный, свинина просто, ну, невероятного вкуса, баланс кислоты, сладости, в ней все есть. Потому что свинина жирноватая, бывает, слегка пресноватая такая вот, ну, на вкус, нет у нее кисло-сладости хорошей. А здесь прямо просто торжество вкусовых рецепторов было. Вот, и поэтому мы великолепно поужинали в ночь, такой был ночной ужин у нас. Да, второй ужин, это где-то часа в два ночи или в час. Вот, и сейчас будем завтракать, остаточки шашлычка этого разогреем. И будем трудиться заходить в день. Ну, и надеюсь, что нас ждет сегодня интересная, увлекательная рыбалка. И к нам приплывут рыбки нужного нам размера. Прошли первые сутки нашего турнира. Получилось паркануть одну двадцаточку плюс. Классная, красивая рыба. Ночью у такого тузла, у такого штук 11 поймали, спать не давал, засранец. Ну, а что делать, эта рыбалка? Хотя не знаю, откуда это тузло на простянке вообще взялось. Вот, из позитивного. Мы же находимся на коммерческом турнире. Он посвящен 20-летию компании Петра Васильевича Миненко. Шикарный был банкет. На банкете подавали игристая. И можно было с собой взять тоже немного игристого. Ну, судя по звукам вчера вечером из соседних секторов, у них игристая закончилась. А у нашей команды игристая не закончилась. Поэтому у нас позитив. За клевую, за удачу, друзья. Слушай, а есть что-то, литые, ну, мемориальные. Это позитив есть? Я считаю, это нормально. Я, пожалуйста, типа, встань, типа. Ушилка, расшвачу. Я считаю, это нормально. Я тебе такой заеб... Смотри, опоминать меня будет в Валерии. Опоминать мы тебе будем в Луганске в кафе Валерии. Братан, ты недолго и счастлива. За клевую. За удачу. И за шараповой подачу. Что пошла? Вообще, сама книжка, по-другому вопросу, типа, вот как есть люди, которые наперед предугадывают какую-то тему, там, там, жирик, да, так, там, небесное, там, мультик Симпсон, и когда вот они начинают показывать. А это просто элементарное знание истории. Даже не знание, а понимание истории. Это любой человек, который просто не альтернативную историю, а-ля, типа, там, украинцы выкопали Черное море, как другие, там, и дети, а просто, любая история с позиции, там, страны победителя, показывает нам, что есть определенные цикличности, и вообще ничего нахрен не меняется. Вообще ничего нахрен не меняется. Это как карповая сессия. То есть, можно по всем менее ждать чего-то другого от карповая сессии, ты сейчас сидишь, первые сутки закормились, приплыла, да поймали, ушли в ночь, закормились, приплыла, поймала, и чуть-чуть меняется. На сценарии, типа, поймали побольше, поменьше, но 30-ти меняется. Не приплывет завтра тунец, понимаешь, ну, не приплывет, понимаешь, не там, не знаю, не выкопаются из-под палатки кроты, не унесут нашу палатку в сторону. На карповой сессии будут вещи, которые будут повторяться изо дня в день. Восход там, за кот там, рыба там, вот. Мы же даже в истории человечества, но только идиоты полагают, что новый век преподнесет нам кучу открытий и вот, ну, да, ну, да, может, они, конечно, и чудные, вот эти открытия, но это открытие на уровне исторических процессов, это, типа, сквит поменяли на краб. Ну, понял, ну, мельтешение, вот. А так-то, ну, нет, нету предсказателей. Почему мы сидим и молчим? Да, ну, почему как-то лекция? Версия, версия мне твоя нравится, и я даже соглашусь. Вся история человечества. Да. И предсказатели, это просто люди, которые знают историю. И это не чудо. Просто хорошо учились в школах. Это не Алан Чумак, заряжающий тебя в банк, выпередившись. Просто люди, которые хорошо учились в школе, очень мало осталось. Очень мало. И школы еще чуть-чуть другие. И поэтому они думают, что что-то может поменять. Сергей Александрович, скажи, пожалуйста, я в школе был троечником. Ты в школе был кем? Извини, я в том числе подпишу. Хорошист? Сергей Иванович. Сергей Иванович? Это то же самое. То же самое где? Атестат крови. Хорошист или троечник? Хорошист? Толст. У нас в классе были отличники. И мне кажется, что мы троечникам выше. Если посмотреть со стороны троечников и отличников, мне тоже троечникам нравились больше. Почему-то меня мама ругала, я не знаю. Мне хотелось бы сказать, что троечки в сочетании не было. Можно я подкорректирую? Да-да. Троечники тебе не нравились, а... А с отличниками я, конечно, не дружу. Да. Ну, а вот девочки, кстати, троечницы, почему-то вот как бы... Ну, у нас было в классе пара троечниц, которые были красивые. Ну, а девочки, а девочки, пожалуйста. За цикличность, история. Не за хорошие... За сказать неотручники. За образование. Не образование. За... За все хорошее. Ну, есть еще великолепная, действительно, фраза. Это... Это... Это разные вещи. Можно в стихии в мире прочитать, но в атоме так и не получится. Поэтому этот момент образования. Многие ли отличники стали успешными? Давайте тоже поставим, что у судьбе и как правило. Правило показывает, что немногие абсолютно. Да, просто третьих троечников. Но Сергей Иванович чувствует, что троечка была одна. Потому что он только что в дагестанских 13-летний коньяк назвал 15-летний. 13-летний, пожалуйста, назад. Синя, договорились. Троечники пьют коньяк, хорошо, если пьют виска. Блин. Я думаю, где-то отличники сейчас с утра наваливаются в отчелы. Про двоечников не говорим. Ненавижу наркоманов. Нет, нет, про двоечников не говорим. Это власть. Там все наоборот, короче. Ой. Да души, души. Да говорили. Троечники пьют коньяк. Да, хорошо, если пьют виска. А двоечники в дуне заседают. Отличники наваливают в отчелы. Вы с под картонки проснулись? Да. Субтитры делал DimaTorzok Ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что сказал Сергей Александрович? Вы достали ловить маленькую рыбу. Я сейчас подниму и будет рыба. И у нас очередная арпушечка. Прикрасная рыбачка. Здравствуй. Добрый день. Вот того надо выпускать. Снег уже надо. Смотри, какой красавчик. Добрый день. А они сейчас поднимут. Как так? А у них есть выбор? Ну конечно, я думал, хватит уже. Мы не за двадцатку надеемся. Не за двадцатку надеемся. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Коротковатый, коротковатый. Голова валитая. Я думаю, шестнадцать восемь сорок. Похоже. Это я с тобой тоже вроде шестнадцать. Полагаю, получится шестнадцать. соц. Я мне повешу. Сок не стек? Не стек. Карповый сок. Ну тишь-тишь, тяжелый стол. Так. Шшшшшшшшшшшшшшшшшш. Я вам даже килограммчики накину. Пятнадцать, четыреста восемьдесят. Ну- tin' ну-как мог. Сколько мог? Извините. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 У movement turm о приловли леща на дальняках ну шо бы мне никто ни говорил ну с этой размашки вот этой вот заваливать на 90 да не ловишь ты точно ну реально бывает нужна подготовка все в чем кайф английского запроса когда у тебя мягкая палка ты ее качественно разгоняешь потому что когда у тебя палка побыстрее или в динамика ты ее назад отвел например встал прицелился как карп и бросил с мягкой палкой встаешь встал прицелился руками махнул у тебя сзади все еще висит короче еще никуда не полетела а здесь получается что его качнул она у тебя назад полетела максимально прогнулась до упора и ты и как бы да техника заброса теперь не английская она теперь будет называться макнул и лизнул и вну просто федеристы все повторушки какие-то придумать наш запрос православный как так он уже давно придумал ну не англами же братан ну вот этот а ты типа где напомнила баса вот этот под кусты когда не воблер кидать а я думал это хоккеисты так и да да ну ладно не все фетисова посмотрели это все на баслига украла свою такие знаменитые подбросы под кусты вот это это фетисовская классика когда он заходила так подковырнет и на нахрен в правую верхушечку в 9 а них и тут у нас все украли собаки фашисты господа я предлагаю последний вспомнил и по кофе поддержу я бы все-таки углеводы бы проверил то есть ты хочешь зайти из длинных согласен ладно вы пока пойдем углеводы я хочу представить вам героя вчерашнего дня артемия артемий сражается один против всех вот нас например трое плюс макси это плюс еще двоежа в секторе от артемия слева там вообще бригады огнестрельного сочувствия карту депо вообще в четвером ловят берегу стоят он куча джипов разноцветных там я даже не знаю сколько людей но артемий умудряется не столько он еще и приготовил нам вчера кастрюлю волшебного супа потому что он знает что у нас длинные углеводы и нужно немножечко иногда как говорится супчик очень полезно таких случаях да вот артемий говорит что без супа невозможно жить нормально и мы вчера братан знаешь что подумали мы задали друг другу вопрос от чего бы ты отказался никогда в жизни не есть первое или никогда не в жизни не есть второе и что ты думаешь от первого никто не отказался в лагеря так это ты интереса зашел я покормил вырубай балалай вырубай балалай все играют в большую рыбу вот потому и у них для кого у него у кого уже две за двадцатки 33 за двадцатки я изменяю я я не беру сейчас 12 сектор который априори ну и говорит это нормально естественно эти секторов 4 на этом модель 12 13 10 11 вот эти четыре сектора должны быть призом конкретно по такой рыбалке и вот начну я начну река обладали было братья кто так обладал был ночь вот пролежал был ночь ракет скубут вообще круче раки вообще не пальца на пальце мне это не кости на кости доме на когда-то смаковал ну типа выплевывали ну ты вишен какой-то зализа на вишу наш аж за ну вот кто так вот разговаривали тогда бобр-мобр ну и жма не думаю если прагом его полностью уничтожил конечно а так он как залезался вот именно от зализа так вот я по водоему на утро стал с 11 сектор 9 кто-то еще шестнадцать и все все он хорошо за начинуть что не разгоняется фатальный что погода весь сегодня ночью холодно было губа ледяная задула когда 8 уже рыбка уже должна начать кушать пытаться на дожориваться может у нее 14 зал 3 три рыбы сдал он и чем восьмерка закрывается уже с нулем бушку не он был не он просто завешал все ребята муж три рыбы отработали ну вот он для них она может быть от полпать лишь понятие тот же самый 12 и 13 они могли поймать таких но они не нужны потому что но они просто сразу и получатом она пошла пошла но она неактивная там от ползла три сектора по чуть-чуть рассосалась от накололась половилась и до нас просто не доехала значит она что-то сделать с 12 13 и 14 сектор углевода до нас доезжала господа предлагаю длинные углеводы длинные углеводы длинные углеводы ночь прошла у нас без больших рыб мы поймали не крупных карпов там штук пять или шесть вот с ближней точки до дальней точке ничего нам поколевок не дал вообще она молчит она ближняке как с цепи сорвались мелкие упыри нанимали нас от мелкие незачетные скажем так то рыба которая нам не нужна а нужно нам рыба сейчас 20 рыбу мельче мы не рассматривали как зачетную на вечернем протоколе который у нас есть сейчас который мы видим мы находимся на третьей позиции наши рыбы в зачете 20 870 17 915 48 вот и сегодня утро третьего дня первое место держат ребята сектора 12 у них 16 070 20 57 и 21 280 рыбы и по моему они еще ночью еще одну двадцатку запарковали то есть у них уверенно хороший ход и 10 сектор занимает вторую позицию 21 300 17 940 17 730 если ничего за ночь не сдали счет у нас разделяет на вскидку где-то 2 и 7 килограмм а ну как ни крути нужно писать пятнашку перекрывать 15 480 на сама маленькая рыбка и эту рыбку надо как говорится менять по-любому на двадцатку даже не на даже не носим наш на двадцатку вот значит мы со старта сейчас покормились с утра дальнюю точку так как не не было поклевок мы особо не прогружали буквально там пять бомбиков дал для освежения как каплю свежести скажем так дал мне и сейчас я думаю что вы поработаем по другой схеме исходя из среза который мы получили за последствия предыдущие дни мы заметили что у нас практически все поклевки находятся 60 желтая и 90 зеленая то есть 2 средних палки которые были выставлены в ту или иную сторону на открытие хода по большому счету нас крайне 2 удочки не сильно ты работали и мы сейчас подумали о том а почему бы нам не отказаться вообще от тактики 2 плюс 2 когда у нас стоят две палки в корме 1 на подходе другая в корме вот а не сыграть следующим образом выставить палки по одной тупо в корм а двумя другими лазить искать единичную рыбу возможно с другими насадками почему так решили сделать да потому что в корм приплывает так или иначе не крупная рыба вот и она все равно сбивает насадку сбивает смысле вешается на крючок это не успевает до рыба которая нам нужна не успевает просто попросту приклеится и получается что мы получаем поклевка которая нам не нужна а сейчас мы просто без корма сделаем боковые точки с такими стрингерками и половим вне зоны ну предположим 62 это у меня 60 корм 62 лежит удочка а это я положу там 67 там сторон очки или 70 то есть тех точках на которых мы не ловили и не лежала корма и там будут лежать такие единичные насадочки с вареночкой но очень точные то есть без лишнего сигнала такая штучечка не получается для тех кто не в теме но скорее всего все в теме на самом-то деле это растворимая пава нитка которую которая цепляется на поводок и после заброса растворяется и получается что у нас будет лежать в кучке вот этих бойликов например здесь квидоктопус а это салман на выделение на контрасте рядом они ниточка растворится и вот это все развалится и будет валяться в кучке корма наша прикательная насадочка искать дать свою рыбу такая игра в долгую но иногда это приносит хороший результат поэтому то же самое можно делать и с пва пакетом вот но этот ближние дистанции поэтому здесь как бы аэродинамика не имеет большого значения нашего заброса поэтому мы будем работать с такой схемы можно еще дать если сделать пва пакетик то можно еще и налить в него ликвида конечно был такой тоже точный эффект можно попробовать сделать и так значит и мы сейчас уходим в день вот с таким раскладом то есть две удочки в точке поддаем по чуть-чуть по точкам две удочки поддаем по чуть-чуть с помбиком посмотрим по отклику по рыбе а еще двумя удочками гуляем завтра финиш у нас утром часов в девять если не ошибаюсь но и будем стараться что-то еще поднять как-то укрупниться ночью задул сильный ветер холодный прям холодный холодного ночь отличалась сегодня адрес ночей и по и даже было туманно с утром очень и рассад под выпало даже слегка то есть как себя рыба поведет неизвестно но и большая вероятность того что рыба может сменить вообще профиль поведения но будем смотреть нас интересуют только большие рыбы они общий зачет трудимся работаем уходим в день и сейчас мы будем забрасывать на оснастку под названием медведка или еще просто народ простонародье волчок насадку древние английские карпятники ну были раскопаны там всякие разные к ка пища там кельты там всякие разные всякие разные друиды вот-вот оттуда откуда-то ребята еще от их трактаты на корме на камнях добиты вот говорили о том что лучшая насадка на карпа имитирует медведку как будто бы она выползает из земли и крупные крупные карпы кушать медведку вот вот это и есть та самая знаменитая медведка или простонародье волчок вот сейчас мы на нее забросим и попробуем поймать рыбу вот сюда медведь главное не снимать фонарик серёжа друг мой ты пойми вот просто должен понять что я на то что в мире в мире светло некоторые люди большую часть своей жизни живут во тьме и у каждого человека должна быть путеводная звезда я этот фонарик не для того чтобы было светло мне и для того чтобы кто-то заблудиться он смог найти меня и я ему рассказал про монтаж медведка это тост за длинными углеводами да 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 я за длинными углеводами а 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok Прими Вот это мыша так мыша Не свежи на всякий случай второй Я же говорил не забросишь Могу Могу Так Ситуация следующая Ситуация такова что Пока Ну Экспериментируем Двя удочкой мы ловим по той же страте Которая ловили раньше Но две у нас получается свободные Я решил как говорится Обратиться к корням Существует такое Волшебное средство под названием SweetSquid Которая очень часто выручала нас В любой непонятной ситуации Десяточка SweetSquid И я хочу Половить по классике Как мы обычно вообще ловим Не так как правильно ловить здесь На этом волшебном водоеме А так как обычно ловим мы Почему Потому что Исходя из динамики клёвого И среза по ночи У меня складывается ощущение что нужно Еще одно Серега сделать Что нужно попробовать поступить От обратного Не пытаться ловить там Точнее продолжать пытаться ловить тяжелым кормом По тяжелым точкам Но иногда имеет смысл и поискать Побродить погулять Потому что нам нужны одиночные рыбки Вот Поэтому Мы сейчас Сделаем вот так вот Так Мне нужна Тотальная реализация поклевок Поэтому Нам нужно будет Использовать Грузик Оп Так Минус один Грузики для меня всегда были Ага Грузики для меня всегда были Таким моментом Которым легко потерять Так Ты видишь ты О Есть Так Так Расстояние На этом крючке Этот грузик На самом деле Попопчик делает его Суспендером Но и я грузик Ставлю на расстоянии Где-то сантиметрика 2 Почему Потому что Мне Грузик здесь выступает скорее Не для огрузки Попопа А для Того чтобы Попопчик развернулся Рыбы большие Рыбы Опытные Они Ну Они знают Что такое У колодца Вот И поэтому Относится к этому вопросу Щепетильно Поэтому Ты Нужно Помогать Как следует Накалываться На крючок Поэтому Все Средства Которые Позволяют Помогать Крючку Разворачиваться Противоходы Огрузки В данном случае Должны Быть Задействованы Вот Мы называем Серегой Вот такие большие Стики Мыша Вот Вот Два Мыша У нас Есть Сейчас Еще Посидим Минуточек Ну Ну Типа Наврал Ребенок Маленький Или Взял Детки Отдыхают Просто Поступки Уровня Я не понимаю Как человек 45 лет Может совершать поступки За которые Детям Стыдно Понимаешь Такую ахинею Ну Синематографического характера Чисто в человеческом плане Я диву даюсь Чувак Как ты В 45 лет Такой Как ты на 45 дожил вообще С таким пониманием Да Это маленькая рыба Ну Это же рыбка Да Но она клюнула Сережу С подстика С некормленной точки Сбоку вообще Просто Ну Ну Это стиковая рыба Весит эта рыба Восемь Восемь килограммов Вот Поэтому для меня искренне удивительно Мне кажется Что люди с возрастом Должны как бы Перестать делать хотя бы детские поступки Ну Ясно эти Садиковские Знаешь Как отцовштанники Разучились уже хорошо Уже спасибо Сережа 45 лет человек ябедничает На другого человека Это очень странно Ну Странно Да В России Бывают разные регионы В некоторых Это принято делать В некоторых Особенно тщательно Да 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 Даже еще Не Восьмеры Иваныч По-моему Это твоя вчерашняя полсекундочки посиди там сейчас я при это сама при полей да вот по красивый клопик но нам сожалению он не подходит малышик голом мало давай еще братан стараюсь еще и отстегнуть на так они закиданы нам туда папа как завещал великий ленин завещал ну не знаю он завещал учиться учиться и еще раз учиться но как показывает практика никто никому никогда ничему на хрен не учиться я там у типичное доказательство троечник слушай но я был троечник на самом деле по алгебре в эти стадии продать 5 стоит поэтому тебя кореш который по алгере был великий я был трошник лишь на месте щелки по тем предметам на которые меня тошнило просто а по всем остальным предметам я очень хорошо ты был царь естествознаний дорогая моя аккуратненько иванович реван чёрный рот я змею не реально черный пасть и черный рот но если честно когда я первый раз увидел эти самые человеческие зубы я немножечко сказал подождите лоточный смысл ну как он должен рака кушать вместе с хитином и виноградную улитку виноградный хитин давай из нее сделаем двадцатку двадцатку и тихо ты сейчас пойдешь домой да это уши это па я помню у нас был какой-то чувак 90-х ну по классически погонял но похож на корейцев корейском таджик намудительно в луганске различали серёжа ли у него было имя и он вел секцию каратэ в школе и когда он на пробежке подпрыгивал шпагат раскидывал и бил сертипатом ногами ну брюс ты могучий или будешь мегабрюс мы же мальчишки понимаешь для нас тогда такие вещи более прикиньте я представляю себе какой-то короче очередная рыгаловка под названием типа клуб жесткий махач и кто-то в крыжке подпрыгивает двумя ногами в сторону кого-то макс только сиди на месте ничего не делали не вставай но в общем то еще можешь а потом мы наложим зубка была поклёвка нельзя обманывать подписчик не это будет круто нельзя обманывать и сам говорил не я не обману не вору зуб 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 не было ли и я начинаю буду всю подряду сколько угодно печь печь лес лист мороженое мире жена и мясо мисо только тесто тесто и только его славе или туда буду горщик вот так то все понятны пёс пись дело билу он 10 сектор карпа прямо ложкой а сразу я леплю и заряжаем или далее перезаряжают пока вытаскивают 10 ой как пахнет да и так далее ваших тебе салют и что он ты что со всему могу могу так уж было такое снимал когда-то говорю сейчас если вдруг поменяется будешь вот поменяли программу рыбам а нам не хватает фото гиперактивного сигнала потому что на данный момент влаги больше не возьми на замешать все правильно поверь серёга не надо не ничего туда нельзя иваныч решит когда нужно ли нет я вот это котлета упала до той взорвалась поэтому плотнее ивану чуть-чуть нет ну так тут сидит сидит такие люди такие глыбы каши кашла сила ты пошла ты иглы бы даже я сприннингист буду объяснять как сергею ивановичу лепить кашло концепция поменялась уверенность сменилась на лютое звенящие очко наши ряды про пробралась смута и мороз как это слово забыл как называть это человеку в православии постоянно вот этот а рабщим рабщим вот мы рабщим ох иваныч мол закрываю за удачу чуть-чуть меньше да они просто когда они такие большие он долго вываливает да я это уже понял и фомб заглубляется очень сильно а в нашем случае он еще и отбился с опозданием я понял коляк козлилок последние 21 времени нашего мы потратили нас на обсуждение творчества группы чаев я не знаю ребят как вы относитесь к творчеству группы чаев но у тебя микрофон не включен так надо но это старые советские российские как правильно за трок-н-ролльщики и у которых были знаменитые хики великолепных песен в последнее время нас почему-то смущает те произведения которые они выдают как бы в народ но не о том каждого своя музыка как говорится я просто думаю таким образом творчество последняя группа чаев могло передать попову мысль что нужно кормиться сыпухой чаев и метод микс сейчас я расскажу попов и шахрин я вообще не вижу связи я короче я короче и мылоем рыбу нас искать статей и тактика и тут мы начинаем разбирать вот и пуду пучать надо забегать вот скажу что вот песня с насти полевой там с тобой твою дело как там с тобой твоя не дело стать тебя моя вера там поплатили вам пока он живой но это же прекрасно гениальный на самолет великолепные песни из юности потом пошел какой-то барабан плыл по озеру чипа морю какие-то там чай горячие леонти в этих леопардовых под портках реально осталось им носиться под крышей цирка это вырезаем это группа которая связаны мои юношеские воспоминания друзьями ну художник художка ну все это было круто и тут часть дела такие вещи и тут меня заморосило я начал троим я решил вспомнить старое и хорошее а второе по хорошее это времена когда мы сережка хорошо играли в карпишинг и мы тогда кормили сыпухой а старое хорошее в чафе это когда поеду на рыбалку соседям раздам не жалко если же были от старых друзей вес очки нет и грустно от старых лет стал пошел бы тогда на рыбалку не так от старых карпов вес очки нет ты что-таки катюху ждешь да стариковая карпа катюху ну реально честно признаться группа чаев что-то как бы ну я обращаюсь не печать ребятушки иваныч не откройте чуть-чуть откройте кусочек вот я обращаюсь группе чаев ребята пожалуйста верните нам это удовольствие не давайте нам чувствовать себя старыми благодаря вашему вот это творческому состоянию или его отсутствие прикинь шахрин тайный ваш поклон подписан на мой канал я думаю как он там навалит на по поводу мало не покажется в олимпийском а вы знаете вот эти вот пареньки из которые из трудно выговариваемого наоборот выходит чай все пришли акустический альбом очи очередной сонные деды сейчас будет и такие откладывать он свою вонючую кремонную тулаковую достает и какой-то там шляпный фендер попсовый а нормальный какой-нибудь там я не знаю там ну не знаю там solar или какой-нибудь там джексон или крамор там лютую гитарищу и как давай джазовать спасибо пацаны вы реально вселили в нас жизнь и как напишет какую песню вот реально круче чем от старых друзей весточки нет а наоборот такая от старых друзей весточка пришла напомнили нам молодым чувакам же разворачив барабан берегу куда ты поплыл чувак не огни но тем не менее сказал так кто знает адреса этих молодых людей в личку лично поеду поблагодарю а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас получилось сделать так, чтобы мелкая рыба у нас не ловилась Но также у нас и не получается ловить крупную рыбу в должном количестве Те поимки, которые у нас были сегодня Это были хоть рыбы и прекрасно выглядящие, красивые Но это были не те рыбы, которые нам нужны А нам нужны рыбы 20 плюс Поэтому пока сидим без них На данный момент мы спустились в протоколе на четвертую позицию с третьей По той причине, что команда из сектора 19 Поймала великолепную рыбу сегодня после обеда весом 27 400 И эта рыба очень высоко сразу их подкинула Вот ребята сейчас с общим весом 55 51 Находятся на третьей позиции А мы с весом 54 250 Остаем от них на 1,200 Грубо говоря И пересместились на позицию номер 4 Ребята, идущие на второй позиции с 10 сектора Укрупнились сегодня Заменили свою 16-ку, или там 15-ку Я не помню, когда у них там была рыба На семнашку Ну и первое место Держит за собой команда, стоящая в 12 секторе С тремя хорошими двадцатками И один из этих карпов даже 21 килограмм с плюсом То есть это хорошие рыбы, которые нам тоже нужны Нам двадцатка нужна, кровь из носу Завтра мы утром финишируем В ночь ушли с аккуратным докормом Ввиду того, что сегодня Большого количества поклевок у нас не было Мелку рыбу мы отсекли Относительно Мы понимаем, что ее сейчас на корме у нас нету Она там не шастает И мы прогрузили корма в половину От того, который давали вчерашним вечером в ночь Но корм точно так же аттрактивный Пропитанный Ликвидами Ашенвэшными Сегодня мы корм решили не вымачивать Все-таки нам показалось, что Нужен сигнал Потому что по сегодняшнему нашему наблюдению Рыба смеляки После холодной вчерашней ночи А ночь была холодная Вчера Ну, точнее, сегодняшняя ночь, которая была Она была холодная Дул холодный ветер почти всю ночь И мне кажется, что меляка На которой, то есть справа от нас Этот гузырь мелководный Пустой, незапрессованный И рыба, которая в нем находилась Начала перемещаться В сторону дамбы Там, где вода не так еще сильно остыла А там вода приостыла за ночь порядочно Поэтому сегодня Вот сектора, стоящие заметно справа от нас Ближе всего к этой мелководному гузырю Они сегодня поймали рыбу Сегодня поймал рыбу и пятый сектор С той стороны крайний И вот девятнадцатый крайний С нашей стороны У них были хорошие, достаточно приличные рыбы То есть мы выстроили удочки клином С таким раскладом Чтобы принимать рыбу с разворота справа Не оставляя при этом шансов Смотреть на заход слева И ждем рыбу с обоих направлений Не зная, куда она пойдет сегодня ночью Будем надеяться, что она вообще куда-то пойдет Потому что в целом по водоему Клев на этих соревнованиях не интенсивный Рыба перемещается слабо Она локализована в основном в дамбе Поэтому сектора у дамбы Закрываются хорошими, очень трофейными экземплярами И вчерашняя погода Чуть-чуть заставила двинуться рыбу Которая уверенно толклась на мелководной части Что, в общем-то, нам работает на руку С одной стороны С другой стороны, как бы работает на руку И нашим соперникам справа Но, тем не менее, мы стоим посередине Нам что дотуда, что дотуда Приблизи на одинаковое расстояние И можем уповать только на то, что Или стоили с той стороны Рыба таки проползет в ту или иную сторону Расставили, закормились Сделали такие крупные насадки В ближняк поставили Там, где было больше всего поклевок Мелкорыбы по ночам Две двадцатки Прямо вообще массивные бойлы на длинном волосе В общем, мы во всеоружии Финиш завтра в 9 Утренний закорм в 8 То есть, есть еще надежда на то, что Можно будет после утреннего закорма Увидеть какую-то поклевку утреннюю Но она маломероятно Потому как у нас за прошедшие Дни соревнований В это время не было поклевок Вообще никаких То есть, вся надежда на ночь Как получится, посмотрим Пока мясо ночью мы тяжелую рыбу не сдавали Но и не менялось положение по водоемам Верим, надеемся, ждем Будем сегодня трудиться А утро покажет, что и как Рыба есть, но небольшая Рыба есть, на самом деле просто рыба не сдо Вряд ли зачетно Просто у нас весом нету И разгорелся спорт Сколько оно весит? Можете взвесить, пожалуйста Можете взвесить, пожалуйста Привет Иваныч, дашь протокол там весит? А, зачем? Иваныч, не нужна А, да, вы же иди Да ночью, давай искать эти весы Искали, искали, искали Искали уже, так хер с ней Понятно, 12 килограмм Понятно, 12 килограмм Ладно, может, просто И замысел Одной рукой ее подымает, говорит А вдруг? Ну, просто сведешь Да, ночью спросил у него глаза Имеется схождение Слабости пожилого человека Который праздновал 3 дня День рождения Компании Миненко Не каждый сдур В здраве Дойти до консернала Такой нормальный Ну, если соночку берем Соночку, да? Чего вы и берете? Вообще клоп, братан В 11 килограмм Да нет, даже 11 10-460 Утро последнего дня Мы финишируем Ночь нам принесла Великолепный паровоз Обнадеживающий Удочка уехала по классике Прямо вот так вот разгонялась плавно Она тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык Пока я ее не поймал Но рыбка, к сожалению Была Не того размера, который бы хотелось Это была за десяточка Прикольный пупсик Такой Голый, голый С мелкой, редкой чешуйкой Все равно мы рады и такой рыбе Но нам для того, чтобы Заходить в призы Нужна была рыба чуть-чуть больше А больше она нам нужна была Всего на кило До 260 И следовательно Занимаем четвертое почетное Деревянное место Я бы предпочел, чтобы это было Дерево не эбеновой породы А красное Или бук Вот, но там уж Кто как считает нужным Мы еще свою рыбку поймаем Кубок Мененко Удался Повеселились До сих пор охрип Песен наорались Накуражились Рыбку большую все равно поймали Так или иначе Масса позитива Мы собрались в нашей старой Доброй компании СССР Три Сереги и рыба Вот И я должен сказать, что Очень доволен тем, что мы приехали На эту сложную, увлекательную И очень интересную рыбалку И турниры по трем крупным По трем, по пяти, по семи крупным рыбам Мне очень всегда нравится И это обалденный формат И просянка располагает к этому формату Как нельзя лучше На сим откланиваюсь С вами был Сергей Попов Команда FFM Bates И самое главное Не забывайте Выпускать рыбу Редактор субтитров А.Семкин Ну и есть у нас четвертое место Четвертое место FFM Bates 54 килограмма 250 грамм Итак, друзья Вы знаете, что самое обидное Это четвертое место Помимо памятных медалей Чугунные Когда будут чугуневые места А так вот деревянное место Четвертое Самое обидное Поэтому самые большие медали За четвертое место От хозяина водоема Вам деревянные медали От компании Вам огромная сумка Под маленькие груза И два кожаных чехла Для пальца Из оленей жопы Обязательно вам надо Ну так уж и быть Вам три Четвертое место Так, четвертое место Больше нет грузов за четвертое Четвертое место нету Четвертое место нету У них нету Вот Но нет Субтитры добавил DimaTorzok Друзья Если вам понравился Этот видеоролик Ставьте лайк Не стесняйтесь Задавайте вопросы Подписывайтесь на канал Я уверен Вас ждет много интересного Пока